И я просто начинаю вспоминать, просто не помню, когда это происходило так явно. Но я хотел бы сказать о другом. Вот о чем вы говорили в своем послесловии к докладу. Это связано о технологиях власти, как общественное мнение, как газеты влияют на принятие каких-то политических решений. Вообще, это очень сложная тема, и здесь процесс неоднозначный. Когда мы говорим о том, что журналы начинают формировать общественное мнение, начинают вносить какие-то идеи в правительственную политику, это так. Но можно видеть и обратный процесс, когда власть начинает использовать журналы во внутреправительственной борьбе и использовать, формируя общественное мнение и ссылаясь на общественное мнение, которое они сами же спровоцировали, сформировали. И мы видим, как вокруг разных министерств, а в Российской империи, особенно вот вперед чуть позже, чем в ваш доклад, мы видим, что внешняя политика не является монополией Министерства иностранных дел, и не монополией только самого императора. Император всегда вот так немножко дистанцирован от всего. Мы видим, что разные ведомства и разные персоны играют во внешней политике вот эти роли, и они создают, ну, там, рептильные, не рептильные, ну, по крайней мере, свои издания, и формируют свой аппарат вот пишущих журналистов, которые, так сказать, их обслуживают. И это тоже не очень прямая такая зависимость, нельзя говорить о том, что вот власть диктует, а они пишут. Это некое такое вот, некое сотрудничество, взаимно дистанцированное, взаимно торгующее. Поэтому, когда мы говорим о Каткове и власти, это всегда очень сложный такой процесс, да, и, ну, тут только вот вспомните мы отношения, скажем, Валуева и Каткова, и, может быть, я не стану об этом говорить подробно. И это тоже очень важно. Как идеи вот эти вот, которые формируют интеллектуалы, попадают в правительственные документы, как они влияют на правительственные документы.